Всем привет, это Просто Ремонт, я Ксюша. Сегодня я покажу вам небольшую, но очень впихуемую студию под сдачу. А еще обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что мы продолжаем нашу традицию с розыгрышами, и в конце мы разыграем предмет мебели, который наверняка кому-то из вас нужен. Погнали! Итак, начну с планировки и с выбора квартиры. Несмотря на то, что студия достаточно типичная, она все же не типичная. Расскажу, как я ее выбирала. Да, потому что это моя квартира, и когда она покупалась много лет назад, в общем-то, я был тот человек, который анализировал планы и выбирал именно эту, а не какую-то другую. В чем ее плюс? При, в общем-то, достаточно типичной площади, площадью около 30 метров, что-то такое 29, ну, я думаю, таких студий достаточно много. Кто-то наверняка сейчас мне напишет, что еще студии, там, не знаю, 15 метров и 10 метров, и чуть ли не знаю, там, 6 метров, но мы все же берем такую среднестатистическую студию-вагон. Так вот, большинство студий, они такие вот вагонообразные, и там есть две проблемы, которые потом позволяют, ну, не позволяют впихнуть туда максимум. Первое, это простенок у входной двери. Он очень часто очень маленький, и туда не запихивается полноценный шкаф. Тут огромный плюс, что простенок у двери достаточно большой, что туда влезает нормальный большой полноценный шкаф, куда, в принципе, убирается, может убраться все на свете. И вторая особенность вот таких вот студий-вагонов, что обычно в торце там окно и балкон, и выход на балкон. Соответственно, к самому торцу мы не можем поставить ни кровать, ни раскладной диван, потому что иначе мебель перекрывает просто выход на балкон, и мы вынуждены оставлять определенные расстояния, да, чтобы можно было пройти. И как бы это все суперздорово, когда у нас большие площади, тогда мы, да, стремимся сделать проходы со всех сторон от кровати, но когда речь у нас идет там о 29 метрах, то каждый проход – это лишняя съеденная площадь, ну, которую порой очень жалко терять, и которую можно использовать более рационально. Тут стена с окном, она как бы срезает угол комнаты, выход на балкон, соответственно, идет сбок, и сам балкон, он не вдоль квартиры, а тоже уходит дальше. С одной стороны, да, квартира более темная, но с другой стороны мы не завешиваем ее шторами, шторы тут чисто декоративные, ну и опять же, я бы себе лично их не вешала, но так как квартира будет сдаваться в посудку, а большинство людей все-таки шторы любят, поэтому, да, они тут есть. И проглядывалности тут нету, поэтому смело можно не вешать никакие тюлечки, и все такое проще, и оставлять окна открытые, а открытые окна, они все равно дают больше света, чем даже окна побольше, но полностью занавешенные. Итак, благодаря тому, что у нас стена прямая, она без окна, нам удалось разместить и кровать, и, в принципе, диван. Дивана тут нет, тут есть кресло, но я сейчас расскажу всю историю этой квартиры, да. То есть тут у нас расположена кровать, вполне себе нормальная, полноценная, здесь у нас простенок, и здесь в свое время когда-то стоял диван. Потом в процессе жизни этой квартиры сначала она сдавалась в долгосрок, потом, в общем, короче, кто-то только не жил, в общем, диван пришел в негодность. Когда я начала сдавать снова, в общем, короче, диван был поменен на кресло, потому что в тот конкретный момент кресло было нужнее, важнее. Но, в принципе, сюда небольшой раскладной диван влезает, и я думаю, через какое-то время, в общем, когда у меня дойдут руки, я поменяю на диван, чтобы просто было больше спальных мест, так как квартира в сдачу в посудку, чем больше спальных мест, тем лучше. В свое время, до того момента, как эта квартира была куплена, как бы, мной, и моим бывшим мужем, но это не важно, тут жила семья с ребенком, то есть вот в этой зоне тут располагалась детская часть, тут стояла кровать, а здесь стоял раскладной диван, то есть тут жила целая семья. Я бы, в принципе, эту перегородку снесла, но так как изначально ремонт тут, в общем-то, никакой особо не делаться не планировался, квартира была с отделкой, ну, с какой отделкой? С той отделкой, которую делает семья с ребенком, когда срочно въезжает в свою первую студию, сами понимаете, это, как правило, не от обилия бюджета, очень часто такие семьи живут либо с родителями, либо в съемной квартире, ну, и ремонт, соответственно, делается быстро, своими руками, вот лишь бы как-то. Тут стены были как-то, вот сверху поклеены были обои, на полу было раскидан линолеум, то есть ничего такого, в общем, сверху не было, ну, да, перегородка была сделана, она тоже такая себе, не какая-то суперосновательная, но когда делался первый ремонт, это было 10 лет назад, я была беременна только вот на самых начальных сроках, и, честно скажу, да, эта квартира планировалась сдаваться, но мне было вот абсолютно не до всего, поэтому просто были выбраны какие-то обои на тот момент, ну, как условно трендовые, исходя из того, чтобы эту квартиру как-то эффектно подать и сдать. Сейчас это называется хоумстейджинг, вот, тогда, ну, в общем-то, это тоже был хоумстейджинг, то есть я выбирала там обои и кухню не как дизайнер, чтобы сделать штуку и вау-вау, а смотрела, что заказчики и люди обычно хотят средней по больнице, смотрела на бюджет, в общем-то, были куплены обои, они были поклеены, пару там светильников каких-то распродажных, кухня самая-самая дешевая в Касторане, ну, и какая-то там мебель а-ля там с Авито, с Икеи, что-то такое. Квартира прекрасно сдавалась какое-то время, потом она была, потом она делилась как имущество, и потом она перешла ко мне в таком же виде, сдалась, причем, кстати, вот та самая дешевая кухня, она вполне себе сносно существовала, то есть даже когда я вот затеяла ремонт там какое-то время назад, ее, я ее отдала кому-то из подписчиков, да, и люди сказали, блин, она вообще прекрасная, замечательная, ну, с учетом того, что это самая дешевая кухня, которой 10 лет, она даже там не глобально развалилась, ей вполне себе можно было пользоваться, понятно, она не была там как немецкая кухня, только поставленная, но тем не менее, я, если честно, от нее ожидала меньшего, намного меньшего. И где-то полгода назад, полгода это не срок ремонта, вернее, это срок моего ремонта, это не тот срок, за который этот ремонт можно было сделать, это просто, просто, вообще, какое-то время назад, я решила, что я хочу попробовать ее сдать в посудку, плюс визуально преобразить, быстро, эффектно, ну, условно быстро и эффектно, ну, и чтобы показать тут какие-то свои идеальности. Сейчас, собственно говоря, буду показывать. Почему было не быстро? Потому что, честно скажу, у меня просто не было времени этим всем заниматься, если сложить просто количество часов, за которые этот ремонт был сделан, то это было сделано быстро, просто тут были очень большие перерывы, строитель, который этим занимался, тоже, он приходил сюда набегами, мы друг друга абсолютно устраивали, потому что у него не было постоянно вот такого вот возможности работать постоянно, а у меня не было возможности, знаете, отвечать на эти вопросы, типа, Ксюша, когда ты привезешь обои? Ксюша такая, типа, ну, отстаньте от меня срочно. То есть, если бы я занималась этим прямо вот плотно, это было бы сделано намного-намного быстрее. Несколько месяцев она просто стояла, потому что, потому что, чтобы вот, другого объяснения у меня нет. Архитектура была оставлена, полы были оставлены, ну, в общем-то, полы – это одна из причин, почему я оставила архитектуру, не стала избавляться от этой перегородки, потому что понимала, если снесу перегородку, снесу еще вот тот проем, где двери нет, и непонятно, зачем он нужен, просто оставлю проход, то дальше Остапа понесет, и я впишусь вообще в глобальные переделки. Вообще, в идеале, у меня есть идея, у меня даже он где-то лежит на складе, есть штучный паркет. Ну, в общем-то, и это будет вообще… Это и так-то не хоум-стейджинг, потому что тут нет такого, что типа сделали быстро, из ничего подешевле, и лишь бы сделать. А так я вообще вдарюсь далеко и всерьез. В общем, короче, архитектура была оставлена, полы были оставлены. Дальше все по вам многим знакомому же принципу. Все у нас абсолютно белое, в цвете стокгольски белый, но только на этот раз мы не красили, а клеили обои. Обои уже эти присутствовали в одной из наших подборок в Телеграме. Если, кстати, вы не подписаны на наш Телеграм-канал, то в описании всегда мы оставляем ссылочку на наш канал. Подпишитесь, там есть очень много разных подборок, и подборка с этими обоями, краской и всем на свете, она тоже уже там была и мелькала. В общем, это обои фабрики палитра, они как раз-таки вот в этом самом цвете стокгольски белый, вот даже визуально, наверное, не видно разницы между цветом потолка и стен. Потолок окрашен традиционно краской мельк, цвет вы тоже увидите на экране, это тот цвет, который, опять-таки, мы подобрали максимально похожий на этот самый стокгольски белый. Тот цвет, который, по мнению шведов, и я с ними в этом абсолютно согласна, дает ощущение солнечного света, потому что, действительно, сам Питер, он достаточно такой город пасмурный, квартира сама, как я говорю, темная, да, но тут ощущение все равно такое, достаточно теплое и уютное. На первый взгляд этот цвет всегда кажется, о боже, желтый, но нет, вот он именно вот такой какой-то вот приятный, правильный, дает теплоту, но не дает вот этой прям ярко выраженной желтизны. Уже много раз про него рассказывала. Но при этом он, кстати, хорошо сочетается и с белым, и с серым, потому что стол, стулья вот тут, а не чисто белый комод, он как-то серо-белый, фиг поймешь, комкой, и мы сочетали с разными цветами уже этот цвет, ну, блин, он действительно крутой. Мы, это не только я, а другие дизайнеры, в том числе, от которых я эту идею подхватила. Это не я тут родоначальник стугольского белого, но хотя меня тут один из дизайнеров не интерьерных фэшн уже назвал директором белого, мне понравилось это определение меня. Лирическое отступление. Юра Грек, известный по, больше, наверное, по своим мемам, чем по своей одежде, а также по нашумевшему рилзу про бежевый тренч. Очень многие дизайны его худи, которые изначально в черном цвете, под меня он переделывал в белый. Вот, и у меня есть какое-то количество его вещей, которые везде у всех в черном цвете, а у меня в белом. Теперь он называет меня директором белого. Но это так, лирическое отступление, продолжим. Обои палитра. Какая в них еще особенность? Вернее, не мне, в этих обоях особенность, а в сочетании с нашими стенами. Смотрите, обои достаточно тонкие. Я не буду вам врать, что они какие-то супер толстые, что они выровняют вам стены и все такое прочее. Но при этом, смотрите, помните, я сказал в самом начале, что первый, самый первый ремонт в этой квартире, он был сделан супер быстро, со стенами было не сделано примерно ничего. Ну, может, где-то что-то кто-то там подшкурил, где-то что-то подмазал. В общем-то, стены были пятнистые. То есть, понятно, тут они серый бетон, тут они какими-то белыми подшпаклеванными кусками. Можно было, понятное дело, все это зашпаклевать, отшкурить, выровнять, пусть там ни в вертикали, ни в плоскости, но как-нибудь, чтобы, по крайней мере, оно все было белое. Но это были бы деньги и время. Ну, время у всех нормальных людей, не у блогеров. А мне же нужно было попробовать на себе, поэкспериментировать. Короче, мы не стали вот это все, стены как-то подготавливать. Мы вот эти вот, да, достаточно тонкие обои поклеили прямо поверху. И, в принципе, если присмотреться, тут видно, что тут просвечивают пятна. И когда еще не было ничего, пятна были прямо видны, и Дима, строитель, который делал ремонт, он мне такой, пишет, Ксюша, ну как бы, блин, а что? Я говорю, все нормально. Потому что, что я хотела этим показать? Что, смотрите, после того, как квартира наполнена с декором, да, когда интерьер состоялся, я уверена, что вот на этих первых подсъемах, которые вы увидели в ролике, никто из вас вот этих вот пятен не заметил. Более того, люди, которые приходят сюда, они тоже этого всего не замечают. При том, что сумма за то, чтобы это все выровнять, и сделать просто белым, а уж тем более выровнять, была бы весьма-весьма приличной. Ну и повторюсь, квартира планировалась под дачу в посудку. Я такая думаю, что, блин, ну вряд ли, если мы вложим вот это вот приличное количество денег в эти вот идеальные стены, идеально ровные, или хотя бы вот не пятнистые, то я сильно сомневаюсь, что стоимость вот этой вот посуточной цены за сутки, она увеличится прям очень сильно. Скорее всего, никто это замечать не будет, даже если заметит, то и особо не обратит внимания, и вряд ли уже напишет негативные отзывы. О боже, это была ужасная квартира, там сквозь стены просвечивало бетон, это же вообще жить невозможно, как же так? Лучше эти деньги вложить там, не знаю, в кофемашину, в проектор, в хороший матрас, в хорошее постельное белье. Оно тут хорошее, действительно матрас тоже хороший, ну и много таких вещей, которые обычно в посудках, ну как бы экономе на всем, ну блин, не на стенах почему-то часто, не используют. Вот, кстати, да, так как это моя квартира, она будет сдаваться в посудку, я обязательно скину, оставлю ссылочку на объявление, если вы хотите пожить в этой квартире, вы можете ее бронировать. Рекламная пауза, да, матрас здесь хороший, ортопедический, оскона, здесь хорошее постельное белье от Home and Home, потрясающих ребят, которые мне лично шьют на постельное белье из тенцеля, но здесь оно из какого-то хлопка, там, прототап, потому что тенцель слишком нежный, он для вот этих вот прачечных и не очень здоровская история. Тут вообще очень много каких-то вот таких вещей, тут смеситель от Идиса, который можно поставить живьем, мойка от Идиса, ну и сейчас я тут походу расскажу вам много всего разного. Кресло-кровать от Диванру, кстати, на самом деле оказалось очень удобным, я вот в нем периодически тут сижу, когда тут в этой квартире присутствую, прямо весьма достойно, хотя обычно раскладные кресла, как бы, когда на них вот просто так, ну, спать я на нем не спала, честно врать не буду, но вроде кто спал, не жаловался. Сидеть на нем прямо-таки весьма удобно, потому что часто бывает вот на этих вот раскладных диванах-креслах в сложенном состоянии, ну, как бы, сидеть так себе. А на Диванру по промокоду просто вы получите скидку 5%, не только на это кресло, а вообще на все. Так что пользуйтесь. Дальше, кухня. Кухня наверняка всех интересует, потому что кухня это то, что в бюджете, даже в эконом-бюджете, съедает приличное количество денег. Что тут такого, ну, скажем так, интересного и что тут провального? Сразу расскажу. Первое. Посудомойка. Посудомойка не встраиваемая. Я ничего в этом критичного не вижу. Да, она была тоже куплена в свое время, вот уже сколько там, 10 лет назад, с какой-то там скидкой-нескидкой, вот, и она вполне себе прекрасно существует. То есть, да, серая посудомойка, серая кухня, то есть глобально она из общей стилистики не вырывается, да, при том, что за счет того, что она не встроенная, удалось экономить весьма приличное количество денег. То есть, опять же, к вопросу перераспределения бюджета и о том, что важно думать не о конкретных вещах, о, боже, у нас тут не встраиваемая посудомойка или там, не знаю, какое-то пятнышко или неравномерный цвет, а важно думать, в общем, о целой картинке, о планировке, о композиции, о том, что мы видим, на что мы входим, как у нас все сочетается, как мы воспринимаем все и так далее и тому подобное. Вообще, на самом деле, у нас есть гайд «Хочу хоумстейджинг для себя», где я рассказывала как раз вот про эту историю, когда мы не делаем истинный хоумстейджинг, когда мы делаем все, типа, вложить поменьше, сделать поэффектнее, чтобы продать или сдать подороже, потому что тут своя эта история, связанная там и с аудиторией, с тем, что люди любят, и вообще с кучей вещей. А именно, когда люди хотят сделать для себя, потому что эта квартира все-таки, да, несмотря на то, что ее делала под сдачу, делала под сдачу с точки зрения, что вот у нас там нужен комон горничной, что нам не нужно огромное количество посуды, но с точки зрения, там, использования тех же каких-то материалов, там, постельного матраса, мебели, я все же делала это так, как если бы я, в общем-то, сама себе в ограниченном бюджете делала ремонт. И у нас еще дофига много полезных гайдов, сейчас я тут и про свет буду говорить, и про все-все-все. И да, кстати, у нас прямо сейчас, ну, если вы смотрите этот выпуск, вот прямо как только он вышел, а не спустя какое-то время, распродажа на сайте 7% скидка на все-все-все, плюс у нас есть отдельная спеццена на пакет гайдов для начинающих, кто только начинает делать ремонт, на мой взгляд, это вот такой самый-самый сконцентрированный и самый нужный пакет, у кого еще нет никаких наших инфопродуктов, на него сейчас супер выгодная цена. Только два дня, вот в день, когда вышел ролик, 4 января и завтра, 5 января. Если вы смотрите ролик позже, то смотрите ролики сразу, это раз, а два, даже без скидок, это очень-очень полезные гайды. Скидки у нас очень редко, глобальная распродажа у нас обычно в начале ноября, до ноября у нас время еще очень много. Ну, кстати, если вы вдруг смотрите этот ролик в ноябре, то, короче, подписывайтесь на самом деле на наш телеграм, потому что все скидки, акции, распродажи и какие-то наши движухи мы всегда в первую очередь выкладываем туда. Про кухню. Что там еще такого интересного и личный мой фейл? В общем, на этой квартире я решила попробовать опять вот эту вот идею с кухней супер лоукостно, потому что, понятно, у нас сейчас есть Леруа Мерлен, и там условно-бюджетная кухня, у нас она обычно оттуда, да? Туда можно приехать, туда можно, ну, вот такие у нас сейчас нету, да, но вот в Леруа можно приехать, сразу там составить себе проект, сразу практически там забрать вот эту вот кухню и плюс-минус самостоятельно или силами там строителей рабочего ее собрать. Вот, все прекрасно. Ну, также у нас есть много строймаркетов, где есть свои вот эти отделы кухонь, тоже, которые что-то где-то как-то предлагают, вот, типа, купили модули, сами там забрали, сами составили, и, типа, все будет прекрасно. Я помню эту историю, что когда-то в свое время я также купила самую дешевую кухню, вот просто самую дешевую, которую вот нашла вот в какой-то более-менее подходящей стилистике, и которая, в общем-то, в условиях сдачи квартиры вполне себе сносно показала себя в течение 10 лет, решила, ну, в общем, сделать такой, как сказать, эксперимент, типа, что если не Леруа? И пошла по всем строймаркетам, придирчиво высчитывая, сколько будет стоить вот эти вот мои три модуля вот в требуемой комбинации. Мой внутренний тендер выиграл Максидом, там оказалась вот эта вот сборная мини-кухня на 10 тысяч дешевле, чем я тоже самое собрала бы в Леруа Мерлен. Ну, я думаю, как бы, я же показываю, как сделать максимально экономно. Мы сейчас попробуем сэкономить эти 10 тысяч и посмотрим, что получится. Короче, нифига. Так это не работает, потому что я это все собирала не самолично. Ну, то есть, в идеальном мире ты должен сам такой приехать, все это на складе где-то получить, самым вывозом привезти. Ну, либо оформить доставку за какие-то там приемлемые деньги, потому что если стоимость кухни, она небольшая, да, то должна быть там и небольшая стоимость доставки, и достаточно быстрая доставка. Короче, доставка была какая-то очень хитро, вывернутая, мудрая, что, типа, там, привезти ее должны были чуть ли не только через месяц, собрав со всех магазинов. То есть, вот эта вся история с перекидкой, она какая-то была слишком сложная. Я, окей, у меня же есть ассистентка. Ассистентка, которая, ну, в том числе выполняет разные задачи, типа, там, поехать туда-сюда и на другой конец города и что-то там собрать-забрать. Моя ассистентка, которая, в общем-то, привыкшая к таким заданиям, что нужно куда-то поехать, вот там, не всегда суперрационально и что-то забрать или там привезти, отвезти. А она, если честно, уже тоже, мне кажется, что у нее был взгляд стеклянный, валил практически пар из ушей, и она тоже всего это не понимала, потому что за каким-то одним фасадом она моталась, по-моему, чуть ли там не по трем аксидомам. Короче, это было все супер, мега сложно и потрачено это было офигенное количество времени. При том, что я свое личное время не тратила, но, опять же, у ассистентки есть зарплата, то есть так или иначе, ну, в общем-то, все равно это стоило денег. Вот. Плюс нервов. Плюс нифига. По крайней мере, я решила больше не экспериментировать. В следующий раз кухню брать какую-то, блин, понятную. Пусть в эконом-сегменте, плюс там бюджетную, но, блин, понятную. Ну и она еще вот такая вся вся криленькая, косенькая. А, ну да, я тут с ручками накреативила. Это дверные ручки, знаете, самые-самые дешевые дверные ручки, которые раньше ставили на какие-нибудь там сараи. В общем, я решила их использовать в качестве ручек для кухни. Ну, мне очень нравится эта ретро-стилистика. Мне показалось, что это симпатично. Вот. Я у мамы дизайнер. Вот. Со столешницей тоже накреативила. Понятно был вариант купить просто ЛДСП, но, блин, хотелось вот чего-то такого. Короче, не белого. Выбор пал на фанеру. Опять же, чтобы поэкспериментировать и посмотреть, как она вообще будет себя вести в деле, потому что фанера на самом деле не такая нежная, как кажется на первый взгляд. Если мы делаем зачастую деревянные, дубовые столешницы, и они вполне себя сносно ведут, то почему бы не пробовать и фанерную? Притом, что у меня лично дома стоит фанерный стол. Он, да, рабочий, но это в свое время был стол офисный, на котором снималось безумное количество роликов, на котором там бывает и ели, на котором бывает и что-то красили, или что-то делали. Ну, в общем-то, его вандалили весьма прилично. Потом этот стол стоял у меня на кухне, пока не приехал мой основной стол. Сейчас он стоит у меня в кабинете, тоже как преминый, но он, на самом деле, похоже, уже постоянный. И ничего ему не делалось. В общем, решил попробовать историю с фанерной столешницей. Ну, как, что с ней будет, покажет время. Ну, если будет с ней совсем плохо, то что, поменяю. Контакты, кто делал столешницу. Блин, я каждый раз не могу выговорить и не могу понять, как прочитать это. Ну, назовем это Рангифер. Леша, я передаю тебе привет. В общем, мне очень сложно тебя рекламировать, потому что у меня и так проблема с прочтением различных названий латиницей, а вот с названием твоей компании у меня вот еще больше проблем. Леша комплектовал наши объекты. На одном из них мы делали рум-тур. Вот ссылочка сейчас вот тут где-то появится, можете посмотреть. Он уже делал столешницу, и один из его предметов мебели мы разыграем в конце ролика. Так что продолжаем смотреть. Вот та вот пустая ниша в кухне, которую вы видите, это не ниша, там будет СВЧ, просто пока ее нет. Вот, показываю вам так, как есть. Так, что у нас еще? Фартук. Фартук это плитка недорогая. Такая плитка есть, мне кажется, во всех строймаркетах. Она есть в Петровиче, она есть в Максидоме, она есть в Леруа, тоже, по-моему, была. Ну, в общем, опять же, не первый раз ее использую в проектах, вот в таких вот бюджетных. Обычно как? Смотрим, где в конкретный момент она подешевле, и с учетом доставки, и с учетом того, что где-то ты еще что-то заказываешь, чтобы эту доставку размазать. Ну, там и покупаем. Где конкретно это было куплено, не помню. Ну, где-то, где в конкретный момент она была выгоднее. Полочки. Ой, по поводу этих полочек, там был целый хайп в аккаунте в Телеграме. Вот, что они упадут, развалятся. Кто-то писал, что они упадут на голову. Я, правда, не очень могу понять, как это нужно, что нужно сделать, чтобы они упали на голову. Это нужно по меньшей мере лежать головой на столешнице, и что-то сверху при этом. Ну, короче, очень странная история. В общем, как они себя поведут, не знаю, но они были куплены, в буквальном смысле слова, за 3 копейки на Viberis, при том, что это не пленка, это крашеный МДФ. Понятно, что нагрузку они не выдержат какой-нибудь суперогромный, потому что МДФ, она не очень хорошо работает на излом, но они достаточно короткие, нагрузка на них минимальная, то есть тут ничего тяжелого особо стоять не будет. Сейчас картинки, которые, возможно, потом повесятся, ну, пока вот они стоят, там пару банок, то есть, понятное дело, даже каких-то банок с крупами там вот тут стоять не будет, потому что квартира в сдачу в посудку. В этой истории я считаю, что они прекрасно себя отрабатывают. Если вам тоже нужны такие полочки, то, наверное, мы можем попробовать на них оставить как-то ссылку. Но в любом случае всякие вот эти вот предметы мебели, которые вот я вам показываю, рассказываю, какие-то вот находки, кстати, как вот этот стул тоже замечательный, который тоже был куплен, он прикольный, складной, сейчас про него расскажу, и куча всего еще. Мы публикуем в шоппинг-гайде, а шоппинг-гайд или шоппинг-лист, он прилагается к тому самому гайду «Хочу холмстейджин для себя». Там есть два тарифа, в одном из них вот этот шоппинг-лист, который, а, обновляется, и, б, мы сейчас стали делать раз там в месяц, ну, пока начали раз в месяц, там посмотрим, как пойдет, дайджест с тем, что я нарыла за месяц. В общем, такая вот бесконечная обновляемая история. Так, ладно, про стул. Стул был куплен тоже на Viberis. Это тоже марка Ketchup или что-то такое. Вот этот вот столик приставной, он тоже оттуда же. Причем я его сначала купила вот когда-то давно на эту квартиру, потом купила еще такой же себе. еще что у них там покупала. Вот эти прекрасные складные стоя. Они, во-первых, очень дорогие. Во-вторых, мне нравится, что у них вот эта вот дырочка в серединке, за которую можно повесить, если ее, его, стул он, о господи, все, я уже заговариваюсь. Простите меня, пожалуйста, просто этот ролик, который вы смотрите в начале января, мы снимали в конце декабря. А конец декабря для всех дизайнеров и для всех блогеров, а для дизайнеров-блогеров это вообще вдвойне, это очень жаркая пора. И я уже порой тут не могу ни говорить, ни ничего, и формулировать, и все такое проще. Но тем не менее, мы снимаем вам этот рум-тур, потому что эта квартира с начала января уже сдается, и уже сложно будет ее снять, если все будут ее активно снимать. Так вот, короче, очень прикольно вот за эту штуку вешать стул на крючок, потому что, когда у нас вот такие вот параллельные спинки, выглядит, во-первых, не так прикольно, и вешать за них сложнее. Вот эти стулья тоже были куплены фиг знает когда на Вайберис, они, кстати, вот прожили квартиры до этого, то есть был первый период, сейчас, вся история квартиры запуталась. Короче, вот тот год, пока она сдавалась еще со старым ремонтом, но с каким-то новым количеством мебели, полтора года, вот этот стул был куплен за тоже какие-то смешные деньги, получается, полтора года был в сдаче, и, в общем, прекрасно себя показал. Стол тоже полтора года уже существовал в условиях сдачи, тоже прекрасно себя показал, тоже был куплен на Вайберис, не знаю, стула точно уже нет, стол, не знаю, может есть, может нет. Комод свеженький, только собранный, куплен в хофф, это так называемый комод горничный, куда будут запираться вот эти запасные комплекты постельного белья, он просто необходим в квартире под сдачу, как все покажут, я еще не знаю. Освещение тут глобально не переделывалось, то есть я исходила из тех выводов, которые, в общем-то, тут были, чтобы ничего тут не штробить, не переделывать. Светильник только вот этот добавил, оно потому что принципиально было подсветить в том числе зону кухни. Но, тем не менее, несмотря на то, что светом я как бы не заморачивалась, я им заморачивалась. Во-первых, все лампочки были выбраны с нужным мне углом рассеивания, хотел сказать, правильным, но правильный это тот, который в данном случае правильный, да? Расстояния все были сделаны тоже по феншую, температура света и серые были выбраны такие, какие надо. Значит, в зоне спальни, назовем так, в зоне спальни, светильник, который можно перенастроить, сделать его теплее, холоднее, ярче, бледнее. Честно скажу, он просто достался с очень хорошей скидкой из аутлета Эгла. Кто, опять же, смотрит нас в разных соцсетях, видит, что, видел наверняка, что я регулярно снимаю контент из аутлета Эгла, где можно купить светильники порой с какими-то вообще безумными скидками. Это, в общем, такой светильник, который я там схватила. Плюс, что да, он с пульта настраивается практически как угодно. Ну, и второй плюс, что выключатель этого светильника находится вот тут вот за шторой, как бы вообще совершенно неудобно электрика, тут повторюсь, да, глобально не переделывалась, перетаскивать тут глобальный выключатель не было в планах. Поэтому то, что этот светильник с пультом, это тоже большой плюс, потому что пульту вот мы прикрепим вот сюда сбоку. Ну, и, соответственно, будет необязательно вставать с кровати, чтобы идти туда, выключать светильник, а можно вот тут его сбоку выключить. Это светильник надо мной, я думаю, уже заметили. Это светильник-вентилятор. Опять-таки Эгла. Кстати, сейчас зимой на вентиляторы наверняка скидка, так что готовьте, сани летом, а вентиляторы зимой. Тут кондиционер не повесит. И вопрос не только в бюджете, дело в том, что вы тут физически, ты на какую стену, тут специфическая форма дома, я тут пыталась, прикидывала, куда же тут повесить и каким макаром наружный блок, и это сделать, хочется сказать, примерно невозможно. Плюс это разные согласования, плюс это определенные проблемы с монтажом, и плюс кондиционер, он стоит денег. Но квартира, в квартире летом все равно достаточно душно. Был выбран вот такой светильник с вентилятором, и так как я уже сказала, что ремонт начался тут полгода назад, то есть летом, а лето в Питере было жаркое, светильник мы повесили почти сразу, и строитель, который тут работал, он сказал, что, блин, вентилятор, он весьма и весьма хорошо спасал, когда раздувал этот воздух. В общем, короче, это весьма неплохое решение. Я, кстати, по поводу вентиляторов часто задумываюсь о том, что когда мы ездим там в разные в Индии, в Таиланды, там вентиляторы регулярно присутствуют в интерьерах, и ими активно пользуются, кстати, в интерьерах, в экстерьерах. И мы им там тоже активно пользуемся. Тем не менее, у нас тут почему-то они как-то не особо популярны. Ну, не популярны, потому что климат более холодный, это понятно, но при этом кондиционеры супер-мега популярны. А при том, что сейчас все больше и больше ужесточаются правила, связанные с навеской внешних блоков, что зачастую их повесить просто нельзя, потому что нельзя. Я бы вот рекомендовала вам в этом случае обратить внимание на такую вещь, как вентиляторы. Тут он в определенной стилистике, но они сейчас и всякие такие более современные, да, есть и более ретро. Это вентилятор Эгла. Кстати, в Эгла вы тоже получите скидку, если скажете, что вы от просто ремонта. 10% на все позиции по полной цене и 3% на позиции со скидками. То есть, если вы придете в Outlet и там и так все будет супер дешево, супер выгодно, еще скажете, что просто ремонт будет еще выгоднее, что 3% мелочь, но тем не менее приятная. Светильник вот этот вот над столешницей тоже Эгла и знаете, в чем плюс? Видно, что это трек. Мне что понравилось, что это такой готовый треконабор. То есть, не нужно собирать трек, вообще на самом деле не такая экономная история, как кажется на первый взгляд. Когда вы начинаете собирать, то есть, вы покупаете сам шинопровод, вы покупаете прожекторы и все это там, в общем, в сумме набегает на какое-то количество денег. Это готовый набор, то есть, тут кусочек определенной длины шинопровода, все, что необходимо, сразу 3 прожектора, вот таких, и он продается просто набором в коробке. Ссылочку опять-таки, или артикул мы вам оставим. На мой взгляд, очень удачное и достаточно бюджетное решение, чтобы вот сделать подсветку вот такой недлинной кухни. Если кухня подлиннее, можно сделать два трека. Да, кстати, если вас идея с вентилятором зацепила, но вам не нравится эстетика вот этих Эггла, вам кажется, что они как-то слишком простоваты или слишком как-то вот, то есть, на самом деле, офигенные американские вентиляторы. В Америке эта вентиляторная культура, она более распространена. Так вот, там есть прям офигенные, они, понятное дело, стоят дороже, но опять-таки, мы скажем, где купить со скидкой. Наш друг Аркадий, компания Tushades, я его упоминаю, когда говорю про картель, вот регулярно, когда рассказываю про картель, про оригиналы различных там итальянских, европейских брендов. Ой, это же, по сути дела, владельца. Есть в Питере салон американского света, ну и в том числе американских светильников-вентиляторов. А они там есть просто офигенные. Один я себе уже там прибрала к рукам, как раз-таки, вот в этот вот скидочный период и планирую повесить его в той квартире, которую вы все видели, обзор моей спальни вы тоже видели, если что, на него появится вот тут вот ссылочка, потому что у меня тоже старый фон, геоповский дом, под охраной, никакие внешние блоки и вообще ничего нельзя делать, а вентилятор можно. Я его туда повешу себе в спальню. Вот, ну, понятно, он офигенно выглядит, но стоит дороже. Короче, вентиляторы есть на любой бюджет и вкус, но на все можно получить приятную цену, сказав, что вы это просто ремонта. Прекрасно. Перейду к декору. На самом деле здесь никакого такого прям особого декорирования не было. Что у нас тут есть? У нас есть пару цветков замиокулькасов, которые говорят, что не умирают, хотя у меня они периодически пытаются погибнуть. Ну, тем не менее, в пакетах. На самом деле крафтовый пакет, обычный крафтовый пакет, это хороший способ декорировать все, что угодно. Рецепт прост. Берете любой пакет, который вам дают где-нибудь в магазине, выворачиваете его наизнанку, чтобы избавиться от брендинга, потому что очень часто на них какие-то вот надписи. Вот в процессе выворачивания наизнанку, во-первых, он становится однотонным, во-вторых, он приобретает благородную помятость. Вот, и хотите в него цветки ставьте, хотите, используйте, как, не знаю, корзинку под что угодно. Какие-то банки, банки на самом деле, корзины банки, я просто вот из дома, когда собирала что-то, собрала все в кучу, привезла, и в процессе уборки вот оно как поставилось, так оно и стоит. То есть никак специально все не выставлялось там по цвету, форме и так далее, но на самом деле, несмотря на этот творческий беспорядок, все это смотрится весьма симпатично. Почему я не выставляла все вот, не делала каких-то выверенных композиций? Да потому что, блин, в квартире, в сдаче в посудку никто не будет эти все баночки выставлять четко, как надо. Мне нужно было, чтобы квартира смотрелась хорошо, вне зависимости от того, кто что достанет, кто что поставит, кто там, я не знаю, на миллиметр там, как баночку передвинет, потому что горничная не будет постоянно вот это все по линеечке обратно расставлять. То же самое с техникой, да? Вы видите, что техника сейчас выставлена, то есть изначально техники никакой нет, нет ни варочной панели, ничего. Варочная панель отдельно стоящая, есть кофемашина, капсульная, есть чайник, там на самом деле есть еще бутербродница и что-то, по-моему, еще. То есть это все можно либо убрать вниз, либо достать. Сейчас оно вот выставлено в таком варианте, от того, что что-то достанется или уберется, так же, как сушилка, потому что я понимаю, что кому-то, блин, все равно сушилка нужна, и кто-то, несмотря на наличие посудомоечной машины, все равно любит мыть руками. Вот она там тоже есть. Ее можно убрать, можно поставить, но так или иначе весь этот творческий беспорядок смотрится, ну, без выставления по линеечке все равно смотрится нормально. В этом была и цель. Тут есть еще какое-то количество, не побоюсь этого слова, предметов искусства. Вот эти вот стулья, которые вы видите, я их в свое время купила в Ереване на Ереванском вернисаже. Это литография, то есть это не просто постеры, они очень эмоционально мне близки, они лежали у меня дома в закормах и вот наконец-то дождались своего часа. Потому что я действительно считаю, что когда, пусть это достаточно там не какие-то знаменитые художники, но когда это именно искусство, когда это именно что-то, что несет эмоции, оно все равно воспринимается много прикольнее и лучше. Но еще вы видите постеры. Один из постеров вот висит тут, второй висит в санузле. Это постеры моих детей. У меня просто дети очень любят писать разные чек-листы, они вообще мастера чек-листов и советов. Есть еще один, но Наташа Beautiful Mom, блогер, она, короче, она его забрала себе. То есть мы приехали сюда здесь все расставлять, делать красивым. Вот она говорит, что это мне нужно, мне это инструкция по поиску принца. Вот, если вдруг кому нужен принц, у меня дети пишут инструкции, как найти принца. Это моя просто материнская идея, я просто обожаю их чек-листы и вообще их это творчество. В какой-то момент они у меня решили, что им нужен бизнес. Они сделали инструкции, мы их отсканировали, сделали из них плакаты, их можно купить на Viber. Поэтому, если вы хотите, такие же себе плакаты, если вы хотите поддержать небольшой бизнес моих детей, то вы можете переходить на Viber и заказывать себе инструкцию по поиску принца или, например, вот такую вот мотивашечку. На самом деле, вот эту мотивашечку, это мне дети перед прошлым Новым годом, когда я была вообще не в самом своем лучшем эмоциональном состоянии, связанном с работой, с кучей всего. Они все равно, дети все равно, все видят, все считывают. Они мне нарисовали вот такой рисунок и оставили у меня в спальне. Очень мотивирующий. Кому мотивашечки от моих детей, это можно все заказать. Все деньги уйдут на, хотел сказать, на конфеты, нет, скорее всего, они уйдут на всякие вкусняшки для собак, на какую-то одежду для собак и все для собак. Напротив кресла у нас тут пустая стена, но я думаю, по проектору все поняли, для чего пустая стена предназначена. Тут, в общем-то, есть два варианта. Я думаю, может быть, я поставлю сюда телевизор и тогда я эту композицию как-то еще додекорирую, может, какие-то постеры, картины, как-то это все повешу, может быть, те стулья как-то перевешу. Но пока мне идея с проектором нравится больше. Посмотрю на отзывы, посмотрю, как люди будут воспринимать, насколько людям нужны на телевизорах. Ну, исходя из этого, буду решать. Так, прихожая. Ну, в прихожей, как я уже говорила, есть вот этот огромный шкаф. Он был, он остался от вот самых своих первых владельцев. Есть небольшая скамейчика. Она, кстати, тоже, по-моему, вот этой вот же марки Кеткетап, Кетчап или что-то такое. Тоже каких-то небольших денег стоило, тоже с файбериса. И две вешалки дерева. С одной стороны, эти вешалки деревьев на самом деле полным-полно. Эти не самые эстетичные с точки зрения вот этих своих пропорций. То есть, они намного прикольнее смотрятся, когда они какие-то пухленькие или вот такие вот квадратненькие, или вот такие вот, как были в Икее. Но на вот эти вот пухлые квадратного сечения вешалки сложнее вешать одежду просто за, как это, за петельку. Нужна или вешалка, или какая-то широкая петелька, привлекли именно тонкими своими вот этими вот штырьками. Ну, и опять же, ценой. Ну, я просто понимаю, что человек, который приехал там погасить в Санкт-Петербург на несколько дней, он не будет заморачиваться, что типа, блин, тут не такое сечение. Его гораздо больше будет заморачивать удобство того, что он такой пришел и быстро свою куртку повесил. Вот поэтому тут вешалки именно такие. То есть, я пытаюсь такую маневрировать между эстетикой и между реальным удобством. Кстати, по поводу удобства. Вот эта вот вся история, что типа там мы включаем вентилятор, там мы включаем то, сё, сто пятьсот групп света. Вот, тут их, конечно, не сто пятьсот, но тем не менее, четыре выключателя на фартуке есть. Я что сделала? Чтобы... Потому что в своей-то квартире первое время путаешься, потом, понятно, уже на автомате все включаешь. Но гости путаются. Хотя под каким-то релизом, шортсом мне написали, что типа, да ну нафиг этих гостей. Ну, в своей квартире можно так сказать еще, что ну нафиг этих гостей, но когда ты квартиру сдаешь в посудку, говорить как-то, да ну нафиг этих гостей, как-то, блин, не очень-то правильно, да? В общем, я что, купила этот принтер, который с телефона писал, мини-принтер печатает разные надписи, подписи, и он буквально вот перед тем, как мы начали снимать этот ролик, выключатели подписала. Еще, может, не все, но в процессе. Потом, может, как-то отклеиваю, шрифты, шрифты подбираю. Ну, по крайней мере, чтобы первый человек, который заедет у меня, вот-вот, чтобы он не запутался, где что включается. Ну и да, я тут чуть не забыла рассказать вам про одну очень важную вещь, про которую очень часто забывают, но на самом деле это вещь, ну, я бы не... Ее, конечно, не назовешь дизайнообразующей, и она не должна быть дизайнообразующей, но когда ее нет, интерьер разваливается. Это плинтус. Вот почему, когда я говорила, вот у нас есть краска такого цвета, вот у нас есть обои такого же цвета, почему-то плинтус я такая, типа, блин, не сказала. Но, тем не менее, понятно, если плинтуса не было, все, ремонт, ощущение недоделанности, незавершенности. И вот, кстати, вот эта вот новомодная история делать не плинтус или не делать плинтус, я очень часто смотрю на такие интерьеры и понимаю, блин, ощущение недоделанности. Да, если это суперлаконичный интерьер, когда у нас действительно минимализм, истинный минимализм, когда он действительно все четко, графично и все такое прочее, да, там это решение смотрится хорошо. Но зачастую я смотрю, интерьер-то как бы, скажем, обычный, наполненный обычными вещами, с обычными, не знаю, количеством вот различного какого-то декора, условных пледов, там тапок, раскиданных ковриков и так далее. И там вот это вот примыкание без плинтуса, ну, честно, смотрится вот как-то недоделанно. То есть это вот такой вот завершающий элемент. Плинтус у нас от дядюшки Плинтуса, выкрашенный там же в дядюшке Плинтусе в тот самый стокгольский белый, чтобы вот эта вся коробка у нас была в едином цвете. При этом он у нас на самом деле двух размеров. Вот тут вот самый простой базовый, я здесь не делала никаких вот этих вот фигурных, мне кажется. Ну, по моему мнению, здесь вот лучше всего подходил, самый простой. А вот там вот, где у нас порожек, там специально была куплена палка Плинтуса поменьше, чтобы вот как-то более-менее аккуратно это все сделать. Там, конечно, не суперидеальные стыковки. Вот вы сейчас это все видите, но поймите меня правильно, тут не переделалось ничего, тут был везде вот этот ламинат, вот тот кусочек, он был просто покрашен, просто краской для пола, просто покрашен. Там ламинат со всеми этими порожками, ну, и как-то более-менее не облагорожено Плинтусом. Для квартиры в посудку, мне кажется, ну, по крайней мере, это типа, в общем, как-то аккуратно. По поводу санузла. Санузел не переделывали, переделывать плитку это вообще то еще развлечение. На стенах она была такая, ну, какая-то молочная, бежевенькая, ну, окей, как бы нормально. Вот на полу она была такая пугающая, назовем ее так. Ее тоже покрасили краской по плитке, ну, правильно, по технологии. Сначала она была покрыта грунтовкой отекс, потом она была покрыта краской для плитки. Блин, краску в свое время, эту банку я купила где-то там в Максидоме или где-то еще там, было прямо написано на ней, что это краска для плитки, она сейчас там больше не продается, поэтому я вам ее никак не скажу. Этой краской был выкрашен пол у нас в нашем санузле, у нас в офисе, в съемочном офисе, ну, и оставалось какое-то количество этой краски. Дима-строитель ее на глаз заколировал, по-моему, в общем, ТЗ, да, что что-нибудь бежевенькое, ну, и покрасил. Да, мы выдержали все сроки полимеризации, то есть, понятное дело, вот это плюс долгого ремонта, потому что основная беда, когда краска сковыривается, когда она приходит в негодность, когда они выдерживают вот эти сроки полной полимеризации, которые там 21-28 дней, там зависят эти покраски, ну, короче, вот эта вот история в хом-стейджинге, что типа мы сегодня покрасили, завтра уже выезжаем, там, да, слишком большая доля вероятности, что краски будет плохо. Вот, про это я, кстати, тоже в гайде писала. У нас тут все сроки были выдержаны, ну, надеюсь, она будет жить себе счастливо. Ну, если что-то с ней случится, значит, переделаем. Опять же, моя квартира, что хочу, то и делаю. Если я пойму, что что-то не работает, я просто это переделаю. Ну, вот вы можете смотреть, как что-то получается. А, да, кстати, по поводу стен. Я же сказала, да, что как бы на цену это не повлияет. Но у меня дальше будет продолжение эксперимента. Я что хочу сделать потом? То есть, какое-то время оно мне будет сдаваться. Потом я хочу взять краску. Милк. Да, кстати, кому нужна краска Милк? Ее вы можете купить в магазине Обойкин. Купить, опять-таки, с нашей картой. Номер карты сейчас появится на экране. Там вы получите прекрасную, замечательную скидку 7% и на краску, и на обои, и на все прекрасное, что там продается. Вся краска, которая тут использована, она из магазина Обойкин, потому что в том числе Обойкин тут находится вот буквально совсем рядом. Я, кстати, еще не сказала, что в дядюшке Плинтусе, на Плинтус и на этот, собственно, их окраска, и на разные другой, вы тоже можете получить скидку 12%, если вы скажете, что вот просто ремонт. Так, запоминаем. В Обойкине номер карты в дядюшке Плинтусе просто-просто ремонт. В Эгла тоже просто-просто ремонт. В Обойкине номер карты периодически меняется, поэтому следите за актуальным контентом, чтобы использовать, ну, то есть, через там какое-то время номер карты поменяется, и вы такие, типа, блин, она не срабатывает. Она не то, что не срабатывает, потому что уже будет другая. Торшер, кстати, это замечательный тоже Эгла. Ну так, мало ли, кого-то он заинтересовал. Я его еще в свое время, такой же на карантине, использовала как этот а-ля торшер рабочая лампа, потому что за этим столиком его можно подвинуть, можно работать. Тут, видите, нет отдельного рабочего места, но за этим вполне себе можно, если что, посидеть, поработать недолго. Вот, этот торшер использовать как настольную лампу. Штора. Зачем штора шторафобу? Штора шторафобу, ну, она же не для меня, я же тут жить не буду. Она для того, чтобы вот это вот зонирование отделить, потому что, ну, я предполагаю, если вдруг тут будет жить, если приедет семья с ребенком, тут родители, тут ребенок, когда будет двойной диван, два ребенка, вот, чтобы можно было чуть-чуть отделиться. Либо наоборот, там кто-то спит, чтобы не мешал свет, можно тут, типа, чуть-чуть зашторить. Тут пока по композиции комод не очень нормально стоит, но я сейчас тут хочу подвигать стол, комод, в общем, все еще будет доделываться. Не переключайтесь, следите за нашими соцсетями и обязательно все там увидите. Ну, а теперь розыгрыш. Разыгрываем мы вот этот вот замечательный стол, который вы не видите у меня в руках, потому что мы его сюда не привозили, не притаскивали, но вы видите его на картинке. Этот замечательный стол достанется одному из тех, кто перейдет по ссылке, указанной в описании, подпишется на телеграм-канал и нажмет кнопочку участвовать. Все очень просто. Переходите, подписывайтесь, нажимайте кнопочку участвовать и кому-то из вас достанется этот замечательный стол. Отправим за свой счет по России, Белоруссии и Казахстану. К сожалению, отправку стола в любую точку мира мы предложить не можем, но если вы живете очень далеко, то вы потом этот стол можете подарить кому-то из своих друзей. Так что участвуйте в любом случае. Ну а мы с вами увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok